Всем привет, на связи МК. Вот и подошел к концу девятнадцатый год, так что пора подводить его процессорные итоги. И надо сказать, год получился крайне удачным, но как это обычно бывает не для всех. AMD смогла вдвое нарастить число ядер в десктопах, а вот Intel хвастается топовым процессором, способным работать на 5 ГГц по всем ядрам. Кто же из компаний показал себя с лучшей стороны в девятнадцатом году, мы сегодня и поговорим. Еще пару лет назад четырехъядерный Core i7 считался шиком для домашнего ПК, но в семнадцатом году AMD показала, что это не так, представив восьмиядерный Ryzen 7. И летом этого года, когда Intel, казалось бы, вернула себе лидерство благодаря восьмиядерному Core i9-9900K, красная компания анонсировала 12 и 16 ядерный Ryzen 9, последний из которых поступил в продажу лишь недавно. Причем, что самое забавное, выход 16-ядерного камушка прибил не только домашнюю линейку на сокете 1151v2, но и составил серьезную конкуренцию высокопроизводительным процессорам на LGA 2066. Новый Ryzen 9 3950X временами обгоняет 18-ядерные Core i9, что вынудило Intel снизить цену на них вдвое, и все равно они выглядят не слишком привлекательно на фоне монстра от AMD, которые можно поставить почти в любую плату на обычном сокете AM4. Но, разумеется, такие многоядерные CPU рассчитаны больше на домашние рабочие станции. Конечно, на них можно играть, но все же есть решения ощутимо дешевле, FPS на которых будет несколько выше. Это более простые линейки Ryzen 7 с процессорами 3700X и 3800X, а также Ryzen 5 3600 и 3600X. Первые имеют 8 ядер и 16 потоков с реальными частотами выше 4 ГГц. Это позволяет им в вычислительных задачах конкурировать с Core i9 9900K, потребляя при этом ощутимо меньше энергии. Что касается игр, то топ от Intel тут остается непобежденным, хотя решения от AMD местами подбираются критически близко к нему. Но все расставляет на свои места ценник. За восьмиядерный Core i9 в России просят порядка 35 тысяч рублей, а вот Ryzen 7 3700X обойдется на целых 10 тысяч дешевле. Так что если вы не профессиональный геймер, использующий Full HD монитор с частотой 240 Гц и RTX 2080 Ti, то не стоит переплачивать за решения от Intel. И, разумеется, компания выпустила подражателей своей бестселлерной линейки Ryzen 5, в которую входят многими любимые шестиядерные Ryzen 5 1600 и 2600. Такая любовь вполне понятна. Дешевле 10 тысяч рублей можно получить 12-поточный процессор, который играючи справляется со всеми современными играми и далеко не на последнем месте в расчетных задачах. В третьем поколении AMD не стала менять конфигурацию ядер, и у Ryzen 5 3600 и у 3600X их все также 6, но из-за лучшей архитектуры Zen 2 они способны конкурировать с некогда топовым шестиядерным i7-8700K, который до сих пор продается аж вдвое дороже их. Однако далеко не все процессоры новой линейки Ryzen можно назвать удачными. Взять, например, тот же Ryzen 5 3500, имеющий 6 ядер без гиперпоточности и продающийся в России за 9000 рублей. По своей производительности в рабочих задачах он слегка обгоняет Core i5-9400F с такой же конфигурацией ядер, однако в играх оказывается ощутимо хуже. И ладно бы решение от Intel стоило сильно дороже. Нет, этот Core i5 можно найти чуть больше, чем за 10000 рублей, что делает Ryzen 5 3500 не самым лучшим решением для покупки. Это же касается и новых гибридных Ryzen 3 3200G и 3400G. Их предшественники Ryzen 3 2200G и 2400G были достаточно популярны. Еще бы, за цену меньшую, чем у 4-ядерного Core i3800, то можно было получить его производительность и в довесок интегрированную графику уровня NVIDIA GT 1030, которая худо-бедно справляется с большинством игр на минимальных настройках графики. Что же изменилось в новых гибридах? AMD сменила Zen на Zen+, что позволило докинуть 200-300 МГц к частоте процессоров и 150 к частоте интегрированной графики. С учетом того, что разгон предыдущих APU AMD не запрещала, проблем получить практически такую же производительность на них нет, а значит нет смысла переплачивать за новинку одну-две тысячи рублей. Но все же один из новых гибридов оказался достаточно выгоден. Речь идет о двухъядерном Athlon 3000G. Судя по всему, у AMD завалялось много ненужных кристаллов на архитектуре Zen, и компания решила таким образом утилизировать их по 50 долларов за штуку. Ну а если серьезно, то предыдущий Athlon 200GE был хорош всем, кроме заблокированного множителя. Поэтому разгон был доступен далеко не на всех платах. Теперь такой проблемы нет. AMD дала свое благословение на оверклок, а заодно снизила цену, сделав новый Athlon отличным офисным процессором или базой для дальнейшего апгрейда. Кстати, любителям покупать Xeon и Ryzen прошлых поколений и другое железо на Али рекомендую всегда пользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops. Что такое кэшбэк, я думаю, моей аудитории не нужно. Letyshops сотрудничает с самой большой базой продавцов с кэшбэком до 12%. Устанавливайте расширение для браузера, и оно все сделает за вас. Напомнит про активацию кэшбэка, а на Алиэкспресс еще и покажет рейтинг продавца и как менялась цена, не завысил ли он ее, чтобы сделать фейковые скидки. Выводить деньги очень неудобно и быстро, прямо на карту или онлайн кошелек. Ссылку на Letyshops я оставлю в описании под видео. В итоге, на конец 2019 года дела у AMD идут просто отлично. Акции компании поставили рекорд за все время. Она доминирует по продажам десктопных процессоров, а с выпуском своих 12 и 16 ядерных монстров закопала практически все десктопные решения конкурента. Но давайте посмотрим, чем на это ответила Intel. Не будем очередной раз говорить о том, что у синих настолько серьезные проблемы с освоением 10-нанометрового техпроцесса, что в начале 2020 года выйдет уже пятое поколение процессоров на все тех же 14 нанометрах. И этот застой сильно тормозит компанию. Если 4 ядра на таком техпроцессе работали отлично, то вот тепловыделение шестиядерного i7-8700K временами заходит за 150 Вт, а у восьмиядерного i9-9900K и вовсе за 200. Слегка многовато для домашнего процессора, не правда ли? И что делает Intel? Правильно, ударяется в маркетинг. Во-первых, компания давит на то, что в реальных пользовательских приложениях и играх их решения выступают лучше процессоров от AMD, что в общем и целом правда. Однако компания предпочитает забыть, что с реальными пользовательскими приложениями играючи справляются даже Pentium пятилетней давности. А в расчетах новинки от AMD все-таки быстрее. Ну и конечно в своих промо-материалах Intel молчит о том, что цены на ее решения в полтора раза выше, чем конкурентные CPU от красных. Вторым шагом компания выпускает Core i9-9900K S с отборными кристаллами, способными работать на 5 ГГц для всех ядер при официальном тепловыделении аж в 127 Вт. Конечно, этот процессор стал лучшим решением для игр, любящих несколько быстрых ядер. Однако покупку сложно назвать адекватной. Подавляющее большинство обычных Core i9-9900K способны работать хотя бы на 4-8 ГГц, так что реальная разница в производительности с новинкой оказывается считанные проценты. А вот разница в цене зачастую достигает 5-8 тысяч, что просто за гранью разумного. Еще одним решением Intel по преодолению дефицита процессоров стал выпуск бракованных решений с отключенной интегрированной графикой. Это действительно имеет смысл. Последняя занимает порядка третьей площади кристалла и крайне редко используется по назначению в процессорах уровня Core i5 и выше. Поначалу с ними был казус. Такие CPU стоили столько же, сколько и версии с интегрированной графикой, что делало новинки бесполезными. Однако Intel быстро одумалась и сейчас продает процессоры с индексом F ощутимо дешевле. Так, Core i5-9400F официально стоит 157 долларов, а за Core i5-9400 просят уже 182. Также в этом году компания расширила линейки неразгоняемых CPU, некоторые из которых имеет смысл покупать. Взять, например, Core i9-9900. Его максимальная частота на все ядра 4,6 ГГц, что всего лишь на 100 МГц меньше, чем у более дорогого Core i9-9900K. С учетом того, что из последнего путем разгона гарантированно получится выжать еще лишь 200-300 МГц, разница в производительности между ними оказывается около 5-7%, что абсолютно не критично. Но, в общем и целом, 2019 год оказался для компании неудачным. В топах продаж везде Ryzen 3000, и Intel банально нечем крыть. Выпуск того же Core i9-9900KS можно назвать отчаянным шагом, дескать, смотрите все, 5 ГГц на все ядра, отличный игровой процессор. В данном случае так оно и есть, но его цена оказалась абсолютно неразумной и лишь немного ниже, чем у 12-ядерного Ryzen 9 3900X. Но давайте посмотрим, что компании выпустят в 20-м году, может Intel сможет отыграться. Что же нас ждет в 2020-м? Десктопные процессоры Ryzen 4000 и Intel Core 10-го поколения. Первые, скорее всего, будут просто доработанными Ryzen 3000. Поднимут частоты, возможно и PC, научат работать с более высокочастотной ОЗУ и так далее. Собственно, с учетом того, что Ryzen 3000 и так оказались ощутимо лучше большинства домашних решений Intel, таких доработок вполне хватит, чтобы пользователи активно стали покупать новое поколение CPU от AMD. Intel же в начале года выпустит очередное поколение процессоров на 14-нанометровом техпроцессе. Причем компания вновь наступает на те же грабли. Если AMD для сокета AM4 выпустит 4 поколения процессоров, то Intel вновь спустя 2 поколения создает новый сокет LGA1200, который физически несовместим с текущим LGA1151v2. Что же касается новых процессоров, то это опять же не то, что мы ждали. Топовый Core i9 будет 10-ядерным. Неплохо, но на 14 нанометров стоит готовиться к огромному тепловыделению. Да и очевидно, что по производительности до 12 и 16 ядерных Ryzen ему будет далековато. По этим же причинам не удалось поднять частоты. Да, буст на одно ядро у Core i9 10900K может достигать аж 5,3 ГГц, но в реальных задачах даже 5 ГГц на все ядра будет доступны разве что при использовании SWO. Так что тот же Core i9 9900K с временами может быть чуть быстрее. Более дешевые линейки также порадуют большим числом ядер или потоков. Так теперь Core i5 будут 6-ядерными и 12-поточными, как и Ryzen 5. С учетом того, что в общем и целом Core i7 8700K, который имеет схожую с будущими i5 конфигурацию ядер и частоту оказывается несколько быстрее Ryzen 5 3600, новые Core i5 могут стать интересными решениями, если Intel не задерет на них цену. Еще одним неожиданным ударом по десктопным процессорам Intel стали анонсированы в начале 2020 года мобильные AMD Ryzen 4000. Так, топовый Ryzen 7 4800H имеет 8 ядер и 16 потоков с частотой 4,2 ГГц при тепловыделении в 45 Ватт. И по словам AMD, он оказывается быстрее восьмиядерного i7 9700K с тепловыделением в 95 Ватт. Так что Intel уже явно пора уходить со старого 14-нанометрового техпроцесса, так как проигрыш по тепловыделению оказывается уже двухкратным. В результате мы видим забавную картину. AMD и Intel поменялись местами. Если раньше решения от AMD были нишевыми и в основном проигрывали конкурентам из стана Intel, то теперь все ровно наоборот. Процессоры синей компании хороши только в играх, а во всех других задачах красные CPU оказываются и дешевле и быстрее. И судя по всему, в 2020 году Intel, которая, к слову, в 10 раз больше, чем AMD, не сможет вернуть все как было. Нужно ждать 10, а скорее всего и 7-нанометрового техпроцесса, но, увы, последний для компании все еще достаточно отдаленное и туманное будущее. В любом случае, такая конкуренция и изменение на рынке выгодно нам, конечному пользователю, потому что компаниям приходится бороться за место под солнцем. Друзья, напоминаю, что все последние новости вы можете узнавать из нашего сообщества ВКонтакте. Ссылку найдете в описании. А я с вами прощаюсь, с вами был Михаил Крошин, канал Мой Компьютер. Удачи и до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!